Уважаемые любители спорта, все главные европейские чемпионаты помимо Франции и Нидерландов вернулись. Это будет самое необычное окончание сезона в современной истории, но для некоторых футболистов недавняя связанная с коронавирусом пауза – возможность прийти в форму и спасти для себя сезон, который до этого они заваливали. Мы расскажем о десятке таких игроков. А перед началом просмотра давайте проверим ваши знания футбола. Сможете ли вы ответить на наш небольшой вопрос в комментариях? Поль Погба Все прошлое лето его отправляли то в Реал, то в Ювентус, но Поль остался в Манчестере и в этом сезоне должен был доказать, что способен стать лидером монкунианцев и вернуть свою лучшую форму. Но так получилось, что нынешний сезон вышел хуже всех предыдущих. Из-за проблем с лодыжкой француз сыграл всего в восьми матчах и сейчас перед ним стоит задача вернуться к оптимальной форме. С приходом Бруно Фернандеша Погба имеет шанс занять любимую позицию левого центрального полузащитника в тройке. В этой схеме он показывал свою лучшую игру в Ювентусе и в сборной Франции. В настоящий момент Реал не планирует вкладываться в Погба, но у Поли есть пара месяцев, чтобы изменить мнение о себе. Харри Кейн Из-за травм он пропустил уйму важных матчей еще в прошлом сезоне. Тоттенхам дошел до финала Лиги Чемпионов без своего главного бомбардира, а восстановившийся к финалу Кейн был не похож на самого себя. В этом сезоне Харри начал бодро. Забил 17 голов в 25 матчах АПЛ и Лиги Чемпионов, но в январе травмировался, и в его отсутствии Тоттенхам покатился по наклонной. Кейну нужно спасать не только свое, но и командное положение. Никто не скажет Харри, что он провалил сезон, но чтобы сохранить за собой статус одного из опаснейших форвардов планеты и оставить шпором хотя бы теоретические шансы на Еврокубке, Кейну предстоит серьезно попотеть. Жоао Филиш На юного португальца свалилось огромное давление, когда прошлым летом Атлетико заплатил за него 126 миллионов евро. Несмотря на теплые слова от Диего Симеоне и проход Ливерпуля, очевидно, Филиш пока не тянет роль звезды и не может заменить Гризмана. Шесть голов и три ассиста за весь сезон. Очень слабая статистика для игрока, за которого заплатили такие деньги. Но Жоао не унывает и продолжает искать свою игру. Симеоне просит дать юноше время, так что, вероятно, лучшую версию Филиша мы увидим только в следующем сезоне. Но чем раньше он начнет доказывать, что его не просто так называют одним из самых талантливых игроков Европы, тем лучше для него и для Атлетико. Антуан Гризман Пока очень блекло играет и человек, которого должен был заменить Филиш. Нельзя сказать, что Антуан провалился в Барселоне. Регулярно выходит в основе, забил 14 голов, полезен при обороне. Но определенно он пока не отбивает заплаченные за него 120 миллионов. От него ждали перформансов в стиле Неймара, который в связке с Месси и Суаресом уничтожал соперников. Но для Гризи пока все неоднозначно. Окончание сезона даст возможность понять, останется ли француз в Барселоне навечно на вторых ролях, либо готов к роли самого яркого игрока команды после Лионеля Месси. Тем временем в каталонском клубе спасать сезон нужно целому ряду игроков. Усману Дзембеле необходимо пересмотреть всю свою карьеру. Ракитичу и Суаресу доказывают, что они еще не пенсионеры, а Умтити превозмочь травмы, чтобы они окончательно не поставили крест на его карьере. За каталонцами будет интересно понаблюдать и в этом контексте. Лерой Сане Для этого футболиста сезон должен был сложиться совсем по-другому, если бы не травма в первом же матче нынешнего сезона. Сейчас Лерой восстановился и готов играть. Но за место в основе Манчестера Сити придется побороться. Вряд ли Пеп Гвардиола связывает будущее немецкого вингера со своей командой, потому Сане нужно максимально ярко себя проявить, чтобы убедить Баварию сделать то, что она должна была осуществить еще прошлым летом – выкупить его контракт. Эден Азар Футболист пришел в Реал в качестве человека, который должен был заменить Криштиану Роналду и даже взял себе седьмой номер. Но пока игра бельгийца разочаровывает. Он забил всего один гол в этом сезоне, большую его часть проведя в лазарете. Но сейчас Азар в полном порядке и товарищи по команде говорят. Эден находится в фантастической форме. Азару нужно доказывать, что за него не просто так заплатили большие деньги. Травмы остались позади. А сам он готов стать лидером атаки Реала. Похожая ситуация и у Лукиевича, которого многие называют главным разочарованием в команде Зенитина Зидана. Серп как будто потерялся и ни о какой замене для Бензима в его случае не может идти и речи. Кроме того, нужно проявлять себя Иска и Хамесу Родригесу, которые застряли между лавкой и основой. Правда, эта футбольная парочка находится в таком положении уже не первый год. Кристиан Эриксон Он хотел покинуть Тоттенхэм летом 2019 года, но шпоры его удержали и наверняка пожалели об этом. Датчанин откровенно забил на футбол и провалил первую часть сезона, требуя отпустить его в другой клуб. К зиме никаким интересом со стороны Реала уже и не пахло, потому Кристиан отправился покорять серию А. Пока выходит неплохо. В полуфинале Кубка Италии с Наполи он забил прямым ударом со штрафного. Но датчанина явно брали как лидера команды, на котором будет строиться вся игра. Конте мечтает выдавить Ювентус с трона. И для этого ему нужно, чтобы Эриксон показал то, на что он реально способен, а не то, чем занимался последние полгода в Лондоне. Филиппо Каутиньо Стало известно, что Бавария точно не будет выкупать у Барселоны его контракт. Скорее всего, для бразильца не будет места и у Кики Сетьена, потому лучшее, что Фил сейчас может сделать — выдать максимально яркий финал сезона, чтобы на него начали претендовать команды не только уровня Эвертона и Нью-Касла. Огромный личный контракт отпугивает потенциальных покупателей, потому Каутине нужно доказать — он стоит своей зарплаты. А для этого необходимо реализовать свой талант, который у Филиппо исключительный. Кепа Арисабалага В Англии пишут, следующие несколько месяцев будут определяющими для самого дорогого вратаря мира на данный момент. Фрэнк Лэмпорт даст возможность Арисабалаге показать себя, но если тот этим не воспользуется, Челси выйдет на рынок в поисках нового вратаря. Уже налаживаются контракты с Аяксом по поводу Андреа Нана. Кепа очень нестабилен, регулярно пускает бабочки и не впечатляет процентом отраженных ударов. Пора доказать, что его не просто так забрали из Атлетика, как одного из самых перспективных галкиперов планеты. Гаррет Бэйл Валийцу нужно доказать, что футбол ему по-прежнему интереснее гольфа. Гаррету всего 30. Физическая форма позволяет играть на топ-уровне еще минимум два года. Но пока Бэйл делает все, чтобы максимально смазать окончание своей карьеры. В теории он мог бы спокойно носиться по правой бровке в реале. Серьезной конкуренции нет, но, похоже, Валийц давно настроился на отъезд из Мадрида. Как и в случае с Каутинью, у Гаррета прекрасные финансовые условия, и ему нужно убедить потенциальных покупателей, что он по-прежнему тот Бэйл, который способен забивать через себя в финале Лиги Чемпионов, а не просто уезжать со стадиона за 10 минут до конца матча. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Надеемся, что вам нравится наше творчество. Не забывайте ставить лайки, комментировать и подписываться на наш канал. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео.